всем привет так сейчас подожди настроить серьезное лицо сделаю это вырежешь короче всем привет ребят сегодня расскажу как пользоваться сварочным аппаратом переменного тока 220 вольт вот ну или простым языком займемся сегодня сваркой вот на примере сварки у нас будем сваривать вот такую трубу вот эта профильная труба это будет будущий отбойник скажем так для автомобиля вот на примере этого отбойника мы и будем сегодня варить вот ну по поводу того как подключать сварочный аппарат я рассказывал в прошлом видео можете посмотреть вот это к этой теме мы не будем возвращаться то есть у нас уже все подключено а единственное что нам остается сделать это минусовой провод мы подключаем непосредственно к изделию к металлу где что вы собираетесь варить то есть у вас должна появиться образоваться масса вот и обязательно следим так что обязательно это мы потом удалим подожди хватит а ты бесишь так сейчас 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 я соображу берем электрод вот немного о технике безопасности значит ну во первых перчатки сварочные это обязательный атрибут потому что когда идет сварка летят окалины могут попасть окалины и ну прожигают они очень быстро практически все то есть там температура плавления электрода 6-7 тысяч градусов ну представляете да то есть они как начинают брызги лететь окалины попадают на тело и будут неприятные ожоги вот и что касается техники безопасности обязательно убедитесь что вокруг изделия которую будете варить вокруг ничего не было пожара опасного то есть чтоб не было пожара должна быть удобная обувь и ну скажем так это тоже как техника безопасности сварочная маска ну вот это маска хамелеон вот но это такая сейчас считается самая предпочтительная маска то есть во время сварки пока сварка дуга не начинает идти металл видим то есть видно все окружение все прекрасно видно как только происходит дуга то есть в момент там даже меньше доли секунды происходит стекло вот это начинает темнеть то есть становится защищает глаза от проникновения дуги то есть в народе называем вы не поймете зайцев вот ну что ж приготовим маску закрепим зафиксируем удобно вот берем электрод что касается электродов для такого металла профильного то есть не очень толстого просто как говорится чтобы заварить здесь вполне хватит вот таких электродов это тройка электрод вот берем электрод вставляем в держак вот здесь да на держаке есть специальные пазы вставляем в паз то есть они разделяются под угловым под прямым вот мы вставляем под прямым углом фиксируем электрод и все это у нас готово вот откладываем это пока в сторону одеваем обязательно перчатки вот перчатки мы одели настраиваем здесь но смотрите чтобы чем выше здесь показателя то есть это ампер чем выше этот показатель тем идет сильнее напряжение вот это если честно сам не знаю короче это ампера вот чем выше этот показатель тем металл будет быстрее плавится то есть это температура как скажем так темпер температура плавления то есть для того чтобы сварить ну грубо говоря такого профильную трубу то ну в принципе 100 110 ампер здесь вполне хватит то есть но я как бы оставляя на 100 и как бы ну этого вполне хватает вот что касается электрода когда мы начинаем варить мы должны электрод немножко подчеркать как спичку коробок то есть мы чирка появляется искра только после этого как мы немного его расчиркали электрод немного разогрелся мы можем приступать к сварке между трубой и электродом у нас должна сохраняться дистанция около трех миллиметров то есть ближе не подводите и дальше то что если вы придвините ближе у вас электрод начнет прилипать если вы уберете далеко то он просто перестанет варить или появится такая мощная дуга с таким звуком в таким прямо прямо и по ходу того как будет плавиться электрод вы потихоньку приближайте держак ну что ж ладно перейдем к сварке а вот включаем включаем и сварочный аппарат вот все у нас готово сейчас мы почиркаем электрод и потом приступим сразу к сварке вот но вначале одеваем сразу же одеваем маску чтоб не поймать зайцев вот и начинаем чиркать так ну вот она пошла у нас электрод немного разогрелся и можно приступать к сварке вот ну вот как то так уже это не оторвать вот что касается вот это это называется как это называется ну а как он называется анюа здрасьте как называется когда сваркой варишь и потом молоточком шлак шлак это разве ну вот ребят получается здесь как вы как мы видим это поверхностная часть это называется шлак вот здесь ну кто как говорит кто-то говорит его надо отступить кто-то говорит не надо кто-то говорит что если его от стучать то металл ну как бы оголяется и он быстрее начинает гнить на месте сварки ну как бы то ни было если вы не совсем уверены в том что проводить металл или нет то этот шлак все-таки лучше отстучать от стукивается он легко вот смотрите здесь видите как он отпадает от стукивается и сразу видно металл где у нас проварился а где у нас не проварился вот то есть ну все труба уже захвачена она сварена сейчас подожди давай мы еще покажем так ну все с этой стороны обварили шлак мы отстучали можно приступать к этой стороне одеваем снова маску вот и начинаем варить ну что ж на этом все подписывайтесь на наш канал ставьте лайки комментируйте всем пока до скорых встреч всем хорошего дня